Добрый день, любые хлопчики, девчатка! Мы с вами на экскурсии в супермаркете Кауфланд. А с вами фрау Юлия Анатольевна и её сестра. Зачем же мы пришли в Кауфланд, как не за бутылочкой масла? Но масло сегодня от 2 евро. Мы его брать не стали, так как очень тяжело нести. Выбор большой. Масло и подсолнечное, и рапсовое. На любой кошелёк и на любой вкус. Оливковое тоже имеется. Ну мы с Юлией Анатольевной решили сегодня сделать уху. Поэтому нам нужно выбрать картошечку. Картошечку сейчас Юля выберет. Небольшой пакетик. Сейчас поглядится по сторонам. Потому что Юля считает, что нам нужно ещё купить пакет овощей. Морковочку, капусточку. Потому что нам нужно запить холодильник продуктами. Выбираем картошечку. Это нет, это с чернотой. Сейчас Юлечка найдёт другую. Картошечка тоже. Мы взяли по 80 центов. А так 3,49, 2 килограмма. Морковочки берём пару килограмм. В общем, мы не любители овощей. Но овощи нам нужны для приготовления некоторых блюд. Так же мы хотим выбрать капусточку. Пекиночку. Одну штучку. Сделаем салатик. У нас есть майонез диетический. Юля выбрала очень даже ничего приличное. Лук брать не будем. Лук не будем брать по той причине, что купив в Эдике 2 штуки, он у нас испортился. Мы его выкинули. Также мы выберем ещё огурчик. Тоже, наверное, в салатик пойдёт. И посмотрим. Нам обязательно отдел муки мы пройти не можем. Зайдём. Поддел. И мука есть 45 центов на месте. Тоже на любой вкус. Кошелёк, мука разных сортов. Сахар чуть-чуть подорожал. Мы взяли 4 пакета. Каждый пробьёт по 2. Потому что 2 штуки, 2 штуки, 2 муки в одни руки. Вот дальше мы хотели посмотреть по акции. Сегодня должны были быть в Коффлэнде сковородки, в маленькие кастрюльки, ковшики. Сейчас пойдём посмотрим. Не оказалось и ковшиков. Хотели взять измельчитель Трифалевский, очень маленькая мощность. Такие тусточки. 5,99. 6 штучек. Берём. Также мы хотели приобрести для Жульена такие очень интересные штучки. Они из металла. Вот такие с крышечкой. У нас дома были с Юлей красненькие. Кто видел Юльное видео, кокотницы такие и с крышечкой, и без. Мы собирали набор посуды. Очень удобные были для Жульена. Одна штука 8 евро для нас показалось. Таторого мы не стали брать. Кастрюли. Юлия сказала, что это фирма Кауфланг принятая, принятая. Но тоже не стали брать. Корм по акции. Ромашечка его очень хорошо кушает. Пуриновский. Всегда кушал роял Канин. Но это тоже ему нравится. Берем всех по одной штуке. По акции. Кроме детского. Детский у нас стоит. Никто его не ест. Ромашке мы не даем. Потому что он сильно мелкий. Он его не пережевывает, а заглатывает. А дети категорически отказываются есть. Они хотят только жидкий. Еще нам нужно купить ромашечки корм в жидкий. У них есть. Но он его не ест. Ему мы купили 12 штучек. Мыло. Мыло. Мы сначала купили мыло, которое подороже. Никогда не пользовалось этим антибактериальным мылом. ни я, ни Юля. А потом все-таки взяли немножко подешевле. Полмолив неплохое. Мыло, оно сушит. А так Юля говорит сильно жирноватая. И мы взяли антибактериальные. Юле обязательно нужно мыло, потому что Юля моет горшки кошачьи с добавлением моющего средства. Берем рыбка. Вот мы однажды купили здесь в магазине тогда карпа. Больше его нет в продаже. Зеркальный карп по 9 евро был килограмм. Такой вкусный, такой классный. Но у нас на Украине действительно такой продается очень часто. А здесь не было. И форелька. форелька мы хотим сделать уху. Нагицы по акции все. Почему-то сегодня нет выбора. И ценовая политика довольно-таки высокая. 4 евро получается килограмм окорочков. И почему-то не очень. Юля хвастается своим луком. Говорит подскажи какой у меня лук. Я вам показала. мужчина сзади оценил ее лук. Показывала ей два пальчика с крещенными кружочками. муа. Муа. Та-да-да-да. Та-да-да-да. Набрали теперь не знаем как нам быть. Вон сколько бы я бекона набрала. Покажи, Лариса. Один бекон. Вон. А, вот. Пусть завидуют. ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 И тут еще у меня две сумки. Пожалуйста. Сейчас покажу. Начинайте завидовать. А как мы это все донесем? Как вы думаете? Вот, пожалуйста, в Германии. Обычные продавцы на машинах катаются. Пожалуйста, кассиры. У нас кассир может машину свою убить? Но есть раз в Шигуле. У меня лично на работе один мальчик только есть. Кто на Шигулях? Да? Да. Какая-то машина. Че от папы, че от дяди. Попробую ее еще заправить. Да. У него там родители нет, а мама не горит. Ну, так он и работал, наверное, просто по приколу. Ну, я думаю, да. Наверное, чтобы родители от рук не отбивал, не гулял. Там у них такое хозяйство. А интересно, сколько получает продавец? Сколько мы тогда с тобой считали? А? Сколько мы тогда с тобой считали волги? До 15 евро им в час или до 14 поднять? Ой, им же же повысили были волги. Вот я не помню, сколько. В час. Это получается, если ты 8 часов отрабатываешь, получается 80 и 85, 40, 120, подожди, нет. Это получается 14 часов, получается, ну да, 120 где-то так. 120 евро в день, 120, а прикинь, а у нас получают 500 евро в день. У нас получается меньше 2 евро в день, прикинь. И эти 120 умножить на 2, 2400, значит, где-то получается, если на 20 рабочих дней, суббота, воскресенье, выходной. Даже если там работать 2 через 2, все равно 2400 тебе выйдет. А продавцы стоят 12 часов у тебя, да, на работе? Да, 12 часов. 12 часов. И эта фирма не то, что там такая. Это Сильпо, а-ля Сильпо. Вот я работала в Сильпо в Киеве. Самая большая, огромная фирма. Ну да, сеть. И такие зарплаты, я считаю, что просто мизерные, просто мизерные. Так, а сейчас вообще девочек перевели на 25 процентов? Ну да, еще потом, да, вот как война началась, я говорю, пишите заявление на 25 процентов. Но я не писала заявление. То есть, зачем мне надо писать, чтобы они, знаете, люди числились, они еще людей брали, ну такая короткая афера. А там же должны были платить за тех, которые их принимают, типа того же организация принимает. И организации, ну фирме вот этой вот, платят там как бы от государства. А, за каждого принявшего кого-то, если тебя приняли, 6 тысяч, по-моему, платили. И потом, что в день. Ну я ничего не писала, я говорю, короче, в вашей вот этой мафии не угуляешься. И вот, так что вот тот, кто мне говорил, где ты работаешь. Я работала в этот самый, в сети сельхо и работала продавцом в астрономическом отделе. Так что вот, а есть разные, есть люди, которые выкладывают там вот это вот на стеллажки. Ну зарплата, я считаю, еще очень маленькая. И постоянно такие...